Добрый день дорогие друзья! В этом ролике полюбуемся на красавца Самсона, который стал любимцем очень многих посетителей Тайгана и зрителей роликов из парка Львов Тайган. И это неудивительно, потому что Самсон действительно очень выделяется, очень харизматичный лев. Ну и собственно говоря, со своего первого появления в парке Львов Тайган он сразу привлек к себе внимание, потому что пока ехал в дороге, он пытался из клетки вылезти, что так упорно, что аж стер себе брови. Ну, был у него вид, конечно, немножко комичный, но сейчас уже все это в прошлом. Самсон вновь в своей естественной красе и радует всех посетителей парка Львов Тайган, зрителей. Сейчас у Самсона прекрасные условия, живет с двумя львицами, третья родила и ее убрали из вольера. И собственно говоря, это такая практика и в дикой природе, где львицы, которые рождают малышей, рожают, уходят из прайда, потому что не из-за того, что оба. Вот, Самсон, он уже готов свое лидерство расширить и на соседний вольер, где Аслан и Персей. Кстати, если бы не было заграждения, то вполне возможно у него бы это и вышло. Ага, нет, это он увидел активность в крымской саванне. Да, потому что с Асланом и Персеем действительно те ребята мирные и у него отношения добрые, соседские. А вот с ребятами из крымской саванны, теми, да, у него на них, что называется, имеется зуб еще с того времени, когда он весной вышел. Ого, вот посмотрите, решил наказать львицу. До тех львов дотянуться не может из-за присутствия ограждения, но зато вот львица показал, какой он герой. Так что, Самсон, есть у него на ком свой гнев выместить. Ага, вот там Чип и Дейл с теми особо не пошалишь. Два таких амбала, тем более поддержка у них всего Прайда Чука. Но зато здесь на львицу можно поднять свою тяжелую лапу. Что ж, друзья, спасибо за ролик Елене Желябовой, вам за ваш интерес, комментарии, лайки. Всем мира и добра, пока-пока.